27 декабря 2018 года был принят федеральный закон, регламентирующий установку информационных табличек об объектах культурного наследия. Какие нормы появились в новом документе и зачем это было нужно, нашим коллегам телеканал Дума ТВ рассказала депутат Государственной Думы Ольга Германова. Парламентария отметила, что вопрос сохранения памятников находится в компетенции федеральных органов, поэтому разобраться с проблемой нужно было законодательно. По ее словам, в реестре объектов культурного наследия на данный момент уже более 140 тысяч позиций. Все они требуют специальной маркировки, информационной таблички с обозначением года возникновения объекта и описанием его культурной ценности. Самарская дума внесла такое предложение, ну если по-русски кто пользуется этим зданием, тот и пусть устанавливает эту информационную табличку. По нескольким моментам это интересно. Во-первых, для того, чтобы собственник устанавливал информационные надписи, это и огромные финансовые, в общем-то, объемные такие финансы нужно использовать. И, конечно, это организационные такие ресурсы, то есть люди должны согласовывать проекты, изготавливать эти таблички, размещать эти таблички. Кроме того, в новом законе появится список объектов, на которых подобные информационные таблички размещать запрещено. Например, выявлены объекты культурного наследия, которые в перспективе могут и не получить этот статус, а также места раскопок и археологических исследований. В этом случае табличка может привлечь внимание так называемых черных копателей. На местах захоронения информационные таблички не устанавливают, так как за подобными особо ценными объектами ухаживают в рамках отдельных государственных программ.